Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас Скрайб Ньюз. Сегодня мы поговорим о Redmi K20. Киллере всех флагманов 2019 года. В названии Redmi уже включена буква K, что означает киллер. Киллер официально Redmi называет так, это телефон для всех остальных флагманов. Давайте пробежимся по характеристикам и узнаем все, что известно на данный момент и что мы увидим на презентации. Изобразим и увидим общую картину того, что произойдет. Приценимся, уже ценники известны приблизительно на этот телефон. В общем, все это обсудим, погнали к характеристикам. Итак, экран здесь 6,39 дюймов и это будет Super AMOLED. Возможно, туда будет встроен сканер отпечатков пальцев. Почему туда ставят Super AMOLED? Ну, наверное, только ради сканера отпечатков пальцев, потому что IPS-экран всегда рулил в компании Redmi. Но времена, скорее всего, меняются. Разрешение будет 401 ppi, Full HD плюс разрешение. И мы надеемся, что этот экран будет иметь поддержку Always on Display. Потому что Super AMOLED, в принципе, это позволяет. Интересный экран, почти что безрамочный, потому что камера фронтальная будет выдвигаться сверху. И об этом мы поговорим немножечко попозже. Значит, что по модулям связи 4G LTE будет работать в 3, 7 и 20 бэнд присутствует. У компании Redmi с этим проблем нет. И понятно, что в международную версию они установят именно эти бэнды 100%. GPS присутствует, Bluetooth 5.0, Wi-Fi будет 2,4 плюс 5 ГГц прием-раздача. Это тоже круто. Но и одна из самых главных фишек этого телефона – это присутствие NFC. Наконец-то в Redmi будет NFC. Если, друзья, это будет так, обязательно ставьте лайк этому видео. Вот такой вот большущий лайк, как я сейчас нарисовал здесь на экране. Это будет реально круто. Это будет победа. Операционная система с коробки сразу же будет Android 9 Pie. Собственная оболочка MIUI 10.3, то есть обновленная. Ну и, конечно, в будущем она получит оболочку MIUI 11, MIUI 12 и так далее. Потому что железо будет позволять творить все, что угодно с этим телефоном. Пока мы продолжаем, друзья, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео. Делайте репост этого видео в любых соцсетях, в мессенджерах, где хотите. Все это поддержит этот канал. Не забывайте также про колокольчик. А мы продолжаем. Далее камеры. Наверное, тоже один из самых интереснейших моментов. Вот такая тройная камера будет. По аналогу Mi 9 и Mi 9 SE. 48-мегапиксельная камера. Sony IMX586. Настоящая 48-мегапиксельная камера, которая рулит. И в Mi 9 SE я проверил. Она действительно очень и очень крута. А сверху будет и рыбий глаз на 16 мегапикселей. Некоторые утечки пишут, что он будет на 8 мегапикселей. Но, скорее всего, он будет на 16. Это логичней. А внизу будет телеобъектив на 8 мегапикселей, который будет иметь двухкратное или трехкратное увеличение. А рыбий глаз будет иметь градус обзора около 170 градусов. По поводу видеосъемки. Основная камера будет снимать в 4К 30 кадров в секунду. И недавно была утечка, что замедленная съемка будет в этом телефоне 960 кадров в секунду. Как на лучших флагманов. Если вы сделаете Redmi эти 960 кадров в секунду, я вас просто обожаю. Вы просто красавчики. Вы вообще порвете все шаблоны. Ну и далее фронтальная камера. Вот она будет таким образом. Она будет выдвигаться как на Vivo Nex, как на OnePlus. Но в общем, тенденция идет к тому, что это, наверное, самый дешевый способ решения фронтальной камеры. На 20 мегапикселей снимать она будет в Full HD качестве. Ну, классный форм-фактор. Интересный. За счет этого будет более безрамочный экран. Или, наверное, самый безрамочный дешевый экран сейчас на рынке будет представлен. Следующий момент. Это основной камень. Конечно, все мы с вами ждем 855 Snapdragon. Никакой. Ни 845, ни какой-то другой. Ни 710, тем более 712. А именно 855. Самый новый. Построенный по 7-нанометровому техпроцессу. Видеоускоритель Adreno 640. Это просто полнейший топчик. И были утечки, что он в Antut выбивает нереальные 400 тысяч баллов. Правда это или нет? Но похоже на китайцев, что китайцы немного преувеличивают. Итак, версия. Здесь будет базовая версия 6128. Представляете, сразу же мы начинаем с этой цифры. И это отлично. Следующая версия 8128. Наверное, самая непрактичная. Потому что 2 гигабайта оперативной памяти. И здесь переплата. То есть 6128 это оптимальный вариант. Ну и топовый. Если вы любите, чтобы все было жирненько и красиво. То 8256 гигабайт. Просто полный топчик памяти по LPDDR4X. Основная UFC 2.0. Скорее всего, потому что утечек по этому поводу пока что нет. Друзья, также не забывайте про телеграм-канал. Подписывайтесь обязательно на него. Все скидки и на этот телефон, и на другие телефоны. Купоны, различные товары. Все такое. Все, что вы любите, друзья, находится на телеграм-канале. Под названием AdScriber Sale. Все ссылочки в описании. Проходите и подписывайтесь. Батарея. Основная батарея будет на 4000 мАч. Это самая, наверное, распространенная батарея сейчас на Redmi. И зарядка. Быстрая зарядка Quick Charge 27 Ватт. Друзья, тоже за это большущий лайк ставьте обязательно. Потому что если будет 27 Ватт еще зарядка, а еще если она будет идти в комплект, не надо будет докупать, как на других Redmi, то это будет вообще просто самая четкая вещь. И самый главный вопрос, друзья. Недавно, совсем недавно, утечки клея по поводу ценника. Итак, ценник. Версия 6128 будет стоить около 390 долларов. Это по рублям около 26 тысяч рублей. То есть даже меньше 25 тысяч. Там плюс-минус с копейками. Версия 8128 будет стоить около 28 тысяч рублей. И топовая версия 8256. 477 долларов. Приблизительно 31 тысяча рублей. Конечно, друзья, самый правильный вариант. Ну, как по мне, пишите в комментариях, какой бы вы выбрали. Но я думаю, что 6128 это абсолютный топчик сейчас за 26 тысяч рублей. Если цена будет стремиться к 25 тысячам рублей. Но это будет вообще просто шоколад. Такой вот получился микрообзор этого телефона. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Мне кажется, это будет самый, наверное, интересный телефон этого года. Наверное, будет на уровне Redmi Note 7. Вот Redmi Note 7 произвел тот же самый фурор. И Покафон. Выйдет ли Покафон в этом году на Покафон F2? Ну, вообще неизвестно. То есть, возможно, Redmi заменит Покафон. Но у меня есть предположение, что Покафон все-таки будет вторая версия на 855 Snapdragon. И там будут совсем другие характеристики. Они будут все гораздо похуже. Но телефон будет стоить дешевле. То есть, в районе 20-ки, как мы все любим. Но если так сделает компания Redmi, рынок просто порвет. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения. Всем позитива и добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok